Доброе утро, дорогие друзья! В прямом эфире Утренний Экспресс. Сегодня 20 июня, четверг. 24 июня стартует новая Уральская проектная смена. И у нас в гостях сегодня... Елизавета Максаева, выпускница Уральской проектной смены, и Наталия Бебнева, администратор школы талантов Уральского федерального университета. Доброе утро! Доброе утро! Так, расскажите нам, пожалуйста, несведущим, да и нашим многим телезрителям, что же такое проектная смена? Кто? Кто? Давай, Наталия, давайте. Это образовательная программа для школьников, для талантливых школьников Свердловской области. Мы отбираем детей, которые способны в области науки творить интересные проекты, приглашаем их на смену, с ними работают наставники из университетов и предприятий-партнеров, и получаются интересные научные разработки. Елизавета, вы уже не первый раз участвуете в этом проектной смене. Втянулись или это как-то меняет вашу жизнь? Я участник двух проектных смен, и могу сказать, что это кардинально меняет жизнь, меняет сознание, меняет кругозор и отношение, наверное, к работе и к труду. Ну, ты вообще определилась уже с профессией? Да, и я думаю, что проектные смены как раз помогли мне в моей профориентации. Я выбрала направление в будущее, я поняла, чем я хочу заниматься, и практик-ориентированные проекты, они очень способствуют пониманию себя, наверное, даже. Ну, хорошо. Ну, а как? То есть летом продолжаешь учиться, думать о работе, отдохнуть не хочется? Вот. Самое интересное, что не хочется. То есть ты втягиваешься в этот процесс, тебя окружают такие же мотивированные дети, тебя окружают интересные, взрослые, умные люди, с которыми приятно и делиться опытом, и получать от них что-то новое. И хочется работать и работать. Самое приятное – получать вот результат и продукт. И когда ты в конце видишь, для чего ты работал, это окупается. Сколько часов в день занимает проектная смена? 24 на 7. Три недели подряд, да. То есть правда, у вас целый день вы тратите на это, как две недели, лето просто. Три недели. Три недели, да. Погоди, ты же еще школьница. Я выпускница, я закончила 11 класса. Ну, а вообще в проектной смене мы знаем, что принимают участие только дети с 8 по 10 класс. С 7 по 11. А, с 7 по 11. С 8 по 11. Мы расширяем границы. То есть действительно, когда мы два года назад начинали, школьники могли участвовать только с 7 по 10 класс. Теперь они и молодеют, и взрослеют, и мудреют. И мы берем уже гораздо больше ребят. И Лиза как раз тот пример, когда ребенок съездил на несколько смен, и в этот раз она поедет в качестве стажера. Стажер – это человек, который помогает наставникам. То есть еще не дорос чуть-чуть, но уже перерос участников. Поэтому у нее такая новая этапа. Вы базируетесь на Таватуе, да? Да. То есть в нашем случае меня очень волнует вопрос летних каникул. И отдыха. И отдыха. То есть как бы в озеро купаться все-таки отпускаете. Нельзя. По Санпинам там все-таки. которые хотят летом именно продолжать заниматься полезной научной деятельностью. Это разные направления, или вы работаете над каким-то одним проектом? Над чем работаете в эту смену? У нас 7 или 8 разных направлений. То есть направления совершенно полярные. У нас есть информационные IT-технологии, у нас есть конструирование сложных технических объектов, у нас есть медицина будущего, космос, энергетика. То есть ребенок может себя попробовать в разных естественно научных сферах. А какую для себя выбрала? Я две смены подряд была участником направления конструирования сложных технических объектов, и стажером едут на это же направление. То есть ты будущий инженер? Я будущий инженер. И как раз на проектной смене я поняла, что это интересно, и оказывается, я могу этим заниматься. Хорошо. Ну а есть ли вот такая вероятность, что школьники не успеют закончить работу над своим проектом? Что в таком случае делать? На самом деле, действительно, за три недели сложно реализовать проект полностью. Поэтому наставники для этого и существуют, чтобы в нужный момент поддержать, направить, помочь ребятам. И все равно ставится какая-то определенная задача. То есть если невозможно реализовать какую-то большую, да, сложную систему, то какой-то этап, проводится либо какое-то маленькое исследование, либо собирается прототип, и ребята в конце на итоговой конференции демонстрируют все равно какой-то результат. То есть задача прийти к результату. То есть смена длится три недели. И за эти три недели вы осуществляете какой-то проект. Нормально вообще. Да, за три недели что-то сделать? Работой прототип. Вы бы видели эти проекты. Это очень сложно. Да, действительно сложно. Я восхищаюсь нашим нынешним поколением. Вот именно такими, которые вот прям вот... 24 на 7 в дне каникулы, вместо посещения оздоровительных лагерей. Да, у которых в голове что-то есть, они действительно это реализуют. Это очень здорово. Мы желаем вашему проекту больших-больших успехов. Спасибо, что этим утром пришли к нам. Ну все, Лиза, в понедельник на таватуй. Давай. Работать. Давай, работать. Работать, работать, работать. В Москву работать, 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 да, как куча хранения. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Елизавета Максаева, выпускница уральской проектной смены была. И Наталия Бебнева, администратор школы талантов УРФУ. Спасибо большое.